Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу, как получить классные вещи в наш Роблокс инвентарь. Они такие красивые, что просто-просто я в шоке. Кстати, одна из них это вещь от Hello Kitty, она уже вышла, так что давайте расскажу, как это все получить. После небольшой рекламы продолжим. На сайте RobuxPeer появился новый метод покупки робоксов FastPass, благодаря которому робоксы приходят моментально. Теперь не нужно сидеть 5 дней в ожидании робоксов. Новый метод доступен только верифицированным пользователям, которые подтвердили свой возраст с помощью паспорта в Роблокс. А цена в этом методе FastPass такая же выгодная, как и в других методах. Чтобы пользоваться этим методом, у вас должен быть компьютер. Безопасность этого метода гарантирована, и подробные инструкции есть на самом сайте, а также в группе ВК. Ссылки на новый метод FastPass, а также полную инструкцию я закрепила в комментариях под этим видео. Итак, друзья, давайте начнем с этого ивента SuperCampus, где выпускает очень простые лимитки, в том смысле, что их легко получить. В прошлой неделе мы с вами зарабатывали очки в этом плейсе, и теперь кто оказался в топе 10 тысяч в доске лидеров, тот должен забрать лимитку. Но тут вышла, ребятки, еще новая лимитка, и это, посмотрите, вот такой вот кто-то. Чувачок из SuperCampus, как с Кибиди Туалет. Ну что же, и первое, что мы делаем, мы должны проверить, получим ли мы сейчас лимитку, которую зарабатывали на прошлой неделе. Открываем значок UGC, и у вас здесь есть такой значок джекпака, значит вы оказались в числе первых 10 тысяч человек, и можете забрать эту лимиточку. Что, в общем-то говоря, я сейчас и делаю. Вы помните, я сыграла всего лишь в одну мини-игру, и получила эту лимитку, то есть это очень простая лимитка для меня. Сейчас, на этой неделе, мы будем зарабатывать вот на этого малыша. Итак, что нужно сделать? А мы должны с вами играть в мини-игры, зарабатывать очки мозгов, и потом оказаться в числе топ-10 тысяч игроков вот в этой таблице. Давайте подойдем к этой таблице. Кстати, интересно, куда он надевается, либо он на плечо, либо на голову. Мне почему-то кажется, что за этого малыша будет борьба больше, чем за прошлую лимитку. Итак, наши очки в этой таблице обнулились, начинается новая неделя, и мы будем зарабатывать очки. Нажимаем на этот значок кругленький слева. Здесь у нас 4 локации, нажимайте на любую кнопочку зеленую Go, и мы перемещаемся в эту локацию. В каждой локации стоят вот таких 2 чувачка, я не знаю, как они называются. Мы на них нажимаем, и нам предлагают сыграть в мини-игру. Мини-игры разные, прикольные, есть интересные. В конце мини-игры нам дают очки мозгов. Отлично. И теперь я могу пойти обратно и посмотреть, на каком месте я в этой таблице, друзья. Ну что же, у меня 233 место сейчас, и у меня 3380 очков. В прошлый раз мне хватило этих очков, чтобы получить этот джетпак. Короче, вот так вот играете в разные мини-игры, зарабатываете очки. И потом 23 января будут итоги, и вы увидите, есть ли вы в этой таблице лидеров. Зайдите накануне 23 января и посмотрите, есть ли вы в этой таблице. Если вас нету, то поиграйте еще немножечко, чтобы вы там были. Ну что ж, друзья, у нас появилась информация по этому рюкзаку Rainbow Cat из ивента Walmart. У нас тут вышли новые лимитки, и вот здесь уже обновилось, посмотрите, написано, что когда получать. Вот эта шляпа выйдет 18 января, вот эта кофта 19 января, так, штаны 20 и 21, вот эта бутылочка прикольная. Напоминаю, карта открыта для аккаунтов старше 13 лет. Ну а чтобы получить этот замечательный рюкзак Rainbow Cat, мы должны будем с вами просто зайти на спавн и его забрать. А дело в том, что когда на этом плейсе будет 70 тысяч лайков, тогда эта лимитка выйдет. Тогда мы просто зайдем сюда, вот где спавн, и нажмем, вверху будет кнопочка, нажмете и заберете. Но нужно, конечно, успеть, чтобы его не разобрали. И следить, конечно же, за этим. Но пока мы здесь можем видеть, здесь только 66 тысяч лайков. Так что, друзья, давайте будем следить за этим ивентом. Ну а мы идем дальше. Посмотрите, какая милота, ребятки, это просто нереальная милота. А вот этот зайка. Короче, у нас сейчас доступны новые, красивые, милые лимитки. Ссылочка на каждую я вам оставлю, так что заходите, примеряйте. Ну оставлю ссылку на эту страничку тогда. А получать будем в этом ивенте. Он у нас открылся сегодня. Ивент, что-то там про танцы, мы будем танцевать. Кстати, смотрите, возможно, здесь скоро будут еще выходить лимитки. Итак, друзья, мы зашли в этот ивент. Можно немножечко пройти, а потом нажать на значок Dance. После этого мы начинаем танцевать. И наверху включается таймер, начинается отчет времени. Когда отчет времени закончится, пройдет, нам дадут за это 5000 кубков. Но если вы вдруг остановитесь и перестанете танцевать, то таймер сбивается и начинается заново отчет. Также на экране появляются такие кружочки с числами. Вы на них нажимаете. И вам дают за это очки кубков. Ну, вы уже, наверное, поняли, что в этой игре нам нужно собирать кубки. Очки кубков. Потому что за них мы можем купить UGC. Давайте нажмем на этот значок внизу. И вот здесь у нас все лимитки, которые мы можем получить в этой игре. Если нажать на каждую лимитку, то там будет указана цена ее. То есть, за сколько кубков вы можете ее купить. Например, этот шарфик мы можем приобрести за 550 тысяч кубков. И вот так вот на каждую нажимаете и смотрите. О, ничего себе, миллион. Миллион кубков за вот этого милого мишку. Чтобы посмотреть, сколько у вас очков, давайте нажмем на лидерборд. И вот написано, что у меня сейчас 253. Кстати, друзья, у нас тут можно ввести код. Нам тут добрые люди подсказали. Если будут новые коды появляться, я буду вам сообщать, наверное, в комментариях под этим видео. Итак, открываем значок кода и пишем вот такой код. Нажимаю ридом. Чего себе, мне дали 30 тысяч. Обалдеть. Так что, друзья, не забывайте вводить код. Ну что ж, надеюсь, у вас получится с этим ивентом. Конечно, придется долго тут танцевать. Но пишите, если вы получите тут лимитку. Итак, друзья, у нас вышла вот такая модная шляпа от Hello Kitty. Наконец-таки мы ее дождались. Она сидит просто потрясно, посмотрите. Всего у нас будет 30 тысяч копий, друзья. Получать будем в этом ивенте My Hello Kitty Cafe. Эта шляпка завершает наш костюмчик, который мы тут получали. Ну, если вы его не получали, ничего страшного. Можно шапку отдельно. Итак, ребятки, давайте откроем этот значок UGC. Вот наша шапочка. Нажмем претензия, когда закончим все задания. Итак, три задания. Первое задание. Нужно купить кафе-скин, посвященный 50-летию кафе, короче. Идем сюда к нашему кафе. Здесь такой кружочек. На него наступаете. Наступаем. И здесь этот скин мы должны купить за 2500 кристаллов. Да, кристаллы, конечно, сложно собирать. И за один день вы столько не соберете. Но у меня есть видео, я выпускала, как собирать кристаллы. Не только из сундучков, там есть разные. Короче, вы когда купите этот скинчик, нажмете. Вы выполните первое задание. Здесь будет галочка. Второе задание. Нам нужно собрать 30 тысяч розовых кристаллов. Ой, три тысячи. Господи, что несу. 3000 розовых кристаллов. Когда здесь будет, вы насобираете. Здесь появится галочка. И сразу можете идти покупать вот этот скин. Еще раз повторюсь, ссылочки оставлю внизу под этим видео. В комментариях. Как заработать больше кристаллов. Я думаю, что за 3-4 дня это вполне реально собрать эти кристаллы. Итак, последнее задание. Посетить пати-рум. Для этого нам нужно с вами открыть 8-ю, 9-ю, 10-ю дверь. Помните, мы с вами так идем сюда. Помните, я снимала видео, мы открывали двери вот в этом месте. Это у нас музей Китти. Я делала два видео. Если вы еще не открывали двери, то посмотрите те видео. Я показываю, где там что открыть. Нажимаем обязательно здесь. Континнио. Если вы нажмете рестарт, вам придется заново открывать все двери. Если вы уже их открывали. Все, отлично. В прошлый раз я показывала, как мы открывали 8-ю дверь. И там мы взяли вот эту лопату. Когда возьмете эту лопату сейчас, ребятки, я покажу, куда с ней нужно идти. Вот, но я покажу отсюда от спавна. Смотрите. Мы с вами идем, друзья. Заходим в этот лабиринт. Здесь аккуратнее эти роботы. Нужно от них спрятаться, либо искать щиты и защищаться. Можете идти по моему пути. Я сейчас постараюсь вам его показать. Идем пока наискосок. Смотрим, что здесь никого нет. Проходим мимо вот этих фигурок. Далее поворачиваем налево. И здесь у нас есть вот такой чайник. Итак, проходим мимо чайника. Вот там у нас помады. Такие вот. А мы с вами идем сюда. И поворачиваем налево. И вот у нас эта кучка. Мы сюда подходим и нажимаем. Все отлично. Мы тут собираем яблочко. Яблочки тоже обязательно надо собирать. Ну что ж, с богом идем сюда. Поворачиваем сразу направо, друзья. И сразу направо. Идем к этому чайнику. Проходим мимо чайника. Здесь где-то штучка. Идем сюда. И заворачиваем направо. Потом идем сюда. Заворачиваем налево. Идем мимо лошадки. И вот здесь, смотрите. Как лошадку прошли. Вот такая картина Хэллоу Кетти. Нам нужно запрыгнуть туда. Это такой типа телепорт. Так, нажимаем. Отличненько. И нам здесь нужно пройти вот такой паркурчик. Идем сюда. Нажимаем на этот рычаг. Так, отлично. И здесь у нас такой паркурчик будет с этими рычагами. Так, опускайте. Идете сюда вниз. Все. И здесь вот весь такой паркур, друзья. Будете нажимать на эти рычаги. Короче, нужно выбирать дорожку, по которой лучше надо идти. Нужно будет вам отгадывать, по какой дорожке лучше пройтись. Зава щелкаем. Отлично. Вот. Ну, я думаю, на самом деле это интересно и не сложно. Я думаю, что у вас все получится. В общем, здесь нужно нажимать на рычаги, чтобы вы построили нормальную дорожку себе. И, наконец-то, мы дошли до финиша. И здесь забираем яблочко. Так, идем дальше. Мы выходим через этот телепорт. Оказываемся в нашей комнате. И идем в следующий телепорт, друзья. Вот сюда нажимаем. И здесь у нас снова такой паркурчик. Но здесь, по-моему, уже только прыгать нужно. Без всяких рычагов. Но минус, конечно, в том, что здесь они исчезают. Тут вы не упадете, если они исчезают. И, наконец-то, друзья, мы берем еще одно яблочко. Мы собрали все яблочки. И теперь мы зайдем с вами в дверь. Вот это. В дверь с деревом. И там выполним еще одно задание. Да, тут, конечно, целый настоящий ивентич, я бы сказала. И здесь у нас такое задание. Зеркалами. Нам нужно их двигать. Нажимаю сюда. Появляются старелочки. И я должна подвинуть зеркало так, чтобы на него светил этот желтый луч. Вот я сюда подвинула зеркало три раза. Так, отлично. Сюда мы идем к следующему зеркалу и нажимаем один раз на эту старелочку. Далее идем сюда. Проходим тут прямо, спокойненько. Сейчас ждем, когда появится дорожка. По ней прыгаем. Поворачиваем с вами направо. Подходим к этому зеркалу. И также сами контролируйте. Нажимайте на нужную старелочку, чтобы этот луч светил на это зеркало. Не помню, сколько раз я нажимала, но вот, смотрите, светится. Идем дальше к следующему зеркалу. Именно к вот этому. Теперь надо, чтобы на него светил луч. Так, отлично, луч светится. Идем дальше. Теперь надо, чтобы туда светил луч. Пять нажали и шесть нажали. И сейчас мы с вами идем к тому последнему зеркалу. Не к этому, а вон тому. Идем сюда. Все. Короче, дверь открывается у нас. И мы идем сюда, друзья. Тут тоже выбирайте нужный путь, потому что не со всех дорожек можно пройти до конца. Ну что ж, друзья, мы с вами выходим вот сюда. И нам осталось совсем чуть-чуть. Мы должны сейчас забрать эту радужную карту. Мы должны подойти к этому рычагу и на него нажать, чтобы открыть нашу карту. Ух, какой сложный ивент, друзья. Но оно, мне кажется, того стоит, потому что вещь действительно очень классная. На самом деле, молодцы, Хэллоу Китти. Так, берем карточку. Молодцы, Хэллоу Китти, чтобы придумали такой ивент, потому что это интересно. Не просто там стоять и тупить часами. Так, ребятки, мы вышли с вами из двери, как вы видите. И смотрите, здесь справа сразу же. Вот здесь вот такой вот, что это вообще такое, не знаю. Короче, сюда мы вставляем карту. Нажимаем на кнопочку. И все, друзья, мы в патирум. Короче, пришли на вечеринку к нашей Хэллоу Китти. Давайте пойдемте, поговорим. Идем сюда, подходим к нашей красотке. Нажимаем на сундучок. И получаем 500 жетончиков. Отлично. Ну что же, друзья, давайте с вами выйдем теперь отсюда. Потому что мы выполнили это задание. Мы дошли до комнаты вечеринок. Давайте выйдем снова из этой комнаты. Да, я выхожу. Выходим теперь в наш город. Перемещаемся, чтобы посмотреть, выполнили мы задание или нет. Стоит ли там галочка вообще или не стоит. Если не стоит, я повешу. Так, давайте посмотрим. Нажмем на эту шапочку. Да, друзья, вот галочка стоит. Фух, это было сложно. На самом деле, я очень долго этим занималась. Надеюсь, что вам видео мое поможет. И хоть чем-то вам помогу. Вот, самое главное, конечно, сложное. Это собрать 3000 кристаллов. Еще раз повторяю, что у меня там есть видео, как собирать эти кристаллы. За 34 дня вполне реально собрать 3000 кристаллов. Так что, друзья, желаю всем удачки. Ну, а с вами была Руди, канал Кексович. Друзья, не забывайте, ваше лайкосик. Мне будет очень-очень приятно. Всем пока-пока.